Здравствуйте! В этом ролике мы поговорим о беззараживании почвы. Почему это важно и почему это интересно. Если вы собираете каждый год червивую картошку, или ведрами вы выносите из теплицы гнилые помидоры, на све совершенно уделяете внимания вашей почве. Все ваши труды по подкормку, по внесению удобрений уходят, как говорится, прахом. А почему? Потому что у почвы сохраняется большой инфекционный фон, патогенный. И если там живут и болезни, споры, там живут и вредители. Поэтому почву в любом случае необходимо обеззараживать. Все это достигается, конечно, самый простой способ обеззаразить почву, это за счет севооборота. Садим одну культуру, на счет вторую, потом третью, четвертую, и через пять лет, на шестой год, возвращаем прежнюю культуру на прежнее место. Но наши условия участка как бы не позволяют нам делать такие севообороты. Потому что оградок у нас мало, теплиц у нас, например, две, только один год садить в одной теплице огурцы, вот трое помидоры, и на следующий год менять их местами. Есть, конечно, хорошие рекомендации, но они применимы к производству. Они применим к производству в чем? Что старый почвогрунт на глубину, там 15-20 сантиметров, мы вывозим из теплицы, засыпаем новый почвогрунт, и растения наши развиваются прекрасно. Да, это в условиях производства. Где есть техника, где есть трактора, бульдозеры и прочее, эту работу можно сделать. Но я не видел ни одного дашника, который бы тележкой вытащил всю землю из теплицы, а потом завез новой. Ну, конечно, если вы молоды, если вам лет 30, то эту работу можно сделать. Но большинство тех, кто занимается садовыми участками, выращивает на дачах растения, это уже люди более пожилого возраста. И это уже физически сделать нереально. Поэтому мы будем исходить с того, что мы не будем заниматься выталкиванием почвы, завозом новой почвы, потому что это физически тяжелый труд. Мы будем искать более легкие пути для достижения наших задач. Ну, первое, значит, как я сказал, это севооборот. Ну, севооборот у нас уже как бы мы разобрали. Прошу. Следующее, что мы можем обезгорать почву, это посев седиратов. Значит, ну, по посеву седиратов, значит, запоминайте, что если вы выращиваете рассаду помидор, то можете смело селить крестоцветные седираты, то есть рапс, речку, горчицу. Если вы еще не знаете, что там у вас, будет ли салат, будет ли еще какая-то культура, то вы можете посеять, или огурцы будут те же, вы можете посеять фацелию, нейтральная культура совершенно. Ну, и, соответственно, вы еще можете обратить внимание на гречиху, потому что гречиха у нас тоже культура, которая как бы еще, ну, не имеет родственников среди ваших культур, это только шавель и ревень, то есть они не занимают больших площадей, они обычно выращиваются на улицах где-то, на гнижных площадях, ее тоже так же можно высевать, кажется, седиратов. Это касается теплицы, ну, точно такие же подходы будут и для улицы. Ну, что необходимо помнить о седиратах? Значит, сама седирация предполагает то, что вырастает хорошая надземная масса, которая заделывается почву. Заделывается почву, почву обогащается органическим веществом, а пока растение растет, оно своими корнями выделениями обеззараживает почву. Например, та же горчица убивает нематоду. Нематода погибает от выделений горчицы. Поэтому также возьмите это на заметку. Ну, сделали седирацию, и седирация, если у вас времени очень уже мало, ну, вы понимаете, седираты никакие не вырастут, просто посеять, чтобы они были чуть-чуть зашли, эффекта это будет ноль от вашей седирации. Поэтому в этом случае мы будем прибегать к каким-то химическим способам обеззараживания почвы. Какие химические способы обеззараживания почвы существуют? Ну, во-первых, почву будем проливать. Если у вас там много болезней, мы будем проливать местодержавшими препаратами. Ну, тут, конечно, некоторые защитники скажут, мол, месть накапливается в почве. Оно может и так, но у нас тут есть целая страна, где выращиваются яблоки, виноград, и груши, и персики, и абрикосы, и там все поливается местодержавшими препаратами. И люди живут уже там, ну, веками живут, и применяют эти препараты как минимум уже где-то 250 лет. Поэтому это для скептиков, которые будут против местодержавших препаратов. Ну, точно так же, если у вас там есть какие-то вредители на улице или в теплице, значит, будем вносить приманки. Есть масса препаратов, для почвообитающих вредителей. Вносим те препараты, в шахманную аппаратку нашей теплице через метр-два, засыпаем, и вредители наедаются и погибают. Это такие химические способы обеззараживания почвы. Дальше, что еще можно предпринять? Сейчас мы уже с вами разбираемся более экологических вопросов. С экологических вопросов у нас есть, конечно, самые безопасные способы обеззаразить нашу почву. Потому что вот физические способы выталкивания грунта, ну, даже тоже пропарывание грунта, тоже существует такой способ, что тоже не всегда реально. Ну, кто-то даже, знаете, есть такой очень интересный опыт, я вам подскажу, но он действственный, действенно. Это паяльной лампой. По поверхности почвы проходят паяльной лампой, и все вредные, ну, там и полезные, конечно, и организмы, и микроорганизмы, то есть все микробы, а также часть почвы обитающих, которые погибают, под действием высокой температуры. Так что возьмите его тоже на вооружение. Этот способ имеет право жить, хотя он вот так, как бы очень экзотический. Паяльная лампа будет также помощник вам в беззараживании почвы. Ну, гаражный пар подать, конечно, труднее, потому что гаражный пар подать. Нет у нас таких мощностей, нет у нас таких котельных, то под высоким давлением мы могли подать пар. Поэтому этот способ мы разбираться не будем. Ну, а с экологических способов, еще таких более чистых, я посоветую вам самое простое. Есть такой препарат, антистерня. Пролив почв этим препаратом решает наши все проблемы. Он очищает почву как от болезней, так и от вредителей. Понадобится 100 миллилитров препарата на 10 литров воды. Проливаем почву, и наша почва будет, для почвы это будет очень хорошая дезинфекция. И природная, которая не будет вредить нашему здоровью. Ну, если мы еще обеззараживаем почву в теплицах, не забываем, что многие болезни и вредители могут селиться как в конструкциях. Конструкции теплицы, под поликарбонатом, деревянными досками. Тоже много, много чего селится. Поэтому там необходимо все-таки применять или биологические препараты, проливать эти конструкции, или использовать химию. Ну, из химии я посоветую препаратов море. Можно любые препараты для обрезки растений использовать точно так же для беззараживания конструкции теплицы. Но я посоветовал бы использовать двойные дозы. Неодинарную дозу, как вы обрезки растения, двойные дозы. Потому что если эту работу вы делаете с осенью, до весны вредное действие химии, ну, под действием солнца, мороза, оно исчезнет, но все вредители, все вредные объекты, ипотогены, и вредители, они погибнут. Поэтому какой способ вы выбираете, это дело за вами. Что вы хотите кушать? Экологически чистую продукцию или продукцию с химией? Так что выбирайте. Но если вы сделаете обеззараживание почвы, ваш картофель будет чистый, не будет проточен проволочником, помидоры ваши не будут гнить на корню, и огурцы не будут преждевременно погибать от бактериозов, то есть будут просто-напросто увядать. Они не будут увядать, они будут жить. Точно так же сосудистый бактериоз не будет повреждать вашу капусту. Успехов вам и богатых прожаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok